Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро п styрусу Класс Добро пайс Уважается DimaTorzok Подтянюшим DimaTorzok Добро пайс Субтитры сделал DimaTorzok Уважается DimaTorzok Добро пайс И это также программированный, но я думаю не буду Вот Power, ну это значит включить-выключить компьютер Кстати, очень удобно, чтобы не наклоняться, не врубать Можно прямо так сюда Потом сонный режим, как бы чтобы заснул Проснулся с режима Потом Next, не знаю, страница, наверное, свежая И Cruise Так, ну в принципе всё понятно Такая клавиатура, на самом деле, она очень приятная Вот когда её нажимаешь, особенно на Escape И она такая, знаете, мягкая Нажимается в лёгкую, ход у неё небольшой Но останавливается как бы мягко Очень нравится мне Особенно, кстати, этот край Кнопки вот эти резиновые, шершавые Ну вот, думаю, видно И эти кнопки, они отличаются Во-первых, они не стираются Во-вторых, они резиновые, в лёгкую можно найти Как бы, если играете И на каких-то этих кнопках, чтобы на эти вернуться Не глядя в лёгкую Хотя уже, думаю, все привыкли Они не стираются И довольно-таки, знаете, удобно на них играть Так же эти Но если вас, например, бесит Или не нравится Или что-то другое Как бы, можно их заменить Для этого берёте такой специальный инструмент Так он выглядит Вставляете его между клавиш И тянете Вот и всё Кнопка в лёгкую вынялась Теперь берёте нужную И тупо вставляете на её место Таким образом можно заменить Все оранжевые кнопки Вот так Видите, она ничем не отличается от тех Получится такая Однотонная Офисная клавиатура Но мне кажется, с оранжевыми намного удобнее Они приятны на ощупь Так же Обратно Берёте этот инструмент Освобождаете От клавиши Вставляете Тянете Вытаскивается Всё в лёгкую И обратно Ну так Так же Вот эта вот эмблема светится Давайте сейчас подключу её к компьютеру И в принципе Итак, вот я её подключил Светится довольно-таки красивым Тёмно-синим цветом Вот так вот это выглядит В темноте Так же Помимо красивого светодиода Здесь есть ещё Три светодиодика Которая отображает Вот капслок Блокировку скролла И Кнопочки вот эти Включать Выключать Так же ещё Снизу Есть такие вот резиновые Ножки Которые Не дают скользить Во время напряжённой игры Ну и конечно же Вот такие вот Сейчас Такие вот ещё ножки Которые Делают игру ещё приятнее Клавиатура как бы лежит Под вашу руку Так же Компьютер можно Без установления Драйверов Сразу пользоваться Вот этими кнопками И они все будут работать Вот эти Эти И эти Они сразу как бы работают Вот например Сейчас я выключил компьютер Нажимаю на кнопку Так Wake up Вот Ну думаю слышно Вот компьютер запустился Можно теперь его открыть Извините Сейчас Камера вот так вот Снизу была Ну вот Комп в принципе включился Теперь нажимаю на кнопку Sleep Вот она Нажимаю И смотрим Что происходит С компьютером Оп Он засыпает Всё отлично работает Ну теперь Давайте установлю Диск Драйвер И посмотрим Что может Эта клавиатура Также я тоже установил Вот этот диск Вот драйвер К клавиатуре Теперь посмотрим Что может Эта клавиатура Заходим В пуск Вот она Запускается Довольно таки Видите Глючная Если честно Ну вот Открылась клавиатура Также она доступна Аж до трёх пользователей Можно отдельно Программировать На троих Разных пользователей Видите Как бы Они ещё Отличаются Цветом Вон я Первый выбрал Пусть он и красный Как бы Не очень Красный На красном Да и ладно Вот Как она программируется Давайте Зелёненькую Или синюю Давайте синюю Как она программируется Вот у вас клавиши Да Вы просто кликаете Мышкой Клавиши Которую Хотите запрограммировать Ну вот Например Вот эта кнопка Не используется И как бы Она выглядит Довольно таки Отличается от других Давайте её запрограммируем Нажимаем Он меня спрашивает Как бы Как её использовать Если хотите Чтоб запускалось Кое-то приложение Нажимаете Launch Program Ищите Указываете Путь в программе Сейчас указано Skype Тыкните на Skype Будет запускаться Skype Я хочу например Word of Tech Чтоб запускались Светы клавиши Окей Всё готово Ну например Теперь Я не знаю Ну С пробела Launch Program Брал Какую-нибудь другую пробу Ну чё тут у меня есть Давайте глянем Java Skype Ну ладно Давайте Skype Skype Готово Open Всё Окей Сохраняется Также чё тут Можно Ну интернет Home Как бы Назад Странички Давайте Мою любимую страницу MyFavorite На Escape Запрограммировал Ну ладно Escape пусть будет Также Какую-нибудь Однёрку MassBare Слушайте О вот прикол Можно ещё программировать Мышку Это что Давайте попробуем Запрограммировать Какую кнопку Ну давайте В правую И теперь Какую-нибудь Q Office Copy Ну а Кстати Удобно Можно не Ctrl-C Ctrl-V Писать Чтобы скопировать А вот Вот так Запрограммировать И всё Так Media Включить Выключить музыку Это у нас есть Справа Ну и ещё какие-то Короче Зумы Понятно Давайте Вот например Ctrl-C Будет копировать Где это Где это Да блин Глюканута Если честно А Наконец Копи А Ctrl-V Будет Paste Да ё-моё Да ё-моё Наконец Так Где тут Paste Так Ну окей Да Блин я уже забыл Ну вот Нажимаем На вот эту непонятную Клавишу справа Должна запуститься WorldTanks Вот и правда Она запускается Не будем Так Теперь Skype На пробел Запускается Skype Он запустился Так У нас Escape Запускается MyFavoritePage В интернете Ну давайте Запустим Интернет Хотя Кстати Давайте Запустим Клавиатуру Здесь есть Кнопочка Интернета Чик И запускается Интернет Окей Она ходит Слева Теперь Escape А у меня Favorite Не указано Поэтому Не хочет Запускать Так Один у нас Правая кнопка Мыши Ну-ка Вот наводим И видите Срабатывает Как правая кнопка Мыши Это очень удобно С таким диском Можно программировать Клавиатуру И делать из нее Хоть что И теперь Q Или чего там Или 2 А Ctrl-C Ну-ка Выбрал Ctrl-C Ой Точнее Просто C И теперь V Просто V Ах Ты Офигеть Круто Работает Слушайте Я так и оставлю Когда программировал Ну давайте Ну Не знаю Сервер C Нажимаем Нажимаем Просто так V Отлично Супер Ну да Окей С вами был я Забирев Александр Подписывайтесь Ставьте лайки И конечно Комментируйте Пока